У котёнка Мэма сегодня важная роль. Ему доверено первым войти в новый дом семьи Мальцевых. Глава семейства участковый села Городище. Ему теперь не придётся несколько часов в день тратить на дорогу из города. Новосёлы Анна и Александр Мальцевы говорят, мечта сбылась. Очень рады, очень, потому что 23 года своё жильё иметь сложно очень. Поэтому рады, спасибо всем, что предоставили. Будем жить, работать на участке, всё хорошо. Решение о запуске проекта «Современный участковый пункт полиции» было принято два года назад при участии главы региона Евгения Савченко. Было предусмотрено не только обустройство служебных помещений, но и обеспечение служебным жильём сотрудников. И вот в Староскольском округе первые двое участковых уполномоченных стали обладателями новых добротных не квартир, а частных домов. У участкового полиции Александра Севкова немалая зона ответственности. Почти полторы тысячи жителей села Шаталовка. Работы хватает. И теперь будет проще. Намного комфортнее и добираться до работы, и в случае чего ночью выезжать оперативно, решать все задачи, помогать, естественно, людям. Мы очень рады, что нам предоставилась такая возможность. Оправдаем ожидания, пресечём преступность и правонарушение. Такое жильё – это не награда за заслуги. Это скорее аванс за будущую добросовестную службу. Подобрали молодых, женатых участковых, которые будут жить в этих домах, работать на этой территории. Надеемся, что они осядут на этой земле и будут верными помощниками главы муниципальных образований. Стоимость каждого дома порядка четырёх миллионов. Понятно, что без поддержки муниципалитета обеспечить таким служебным жильём сотрудников полиции было бы невозможно. Но Староскольский округ понимает важность программы. Если участковый полномоченный проживает на территории, там, где ему верены территории, на его участке, тогда и эффективность работы, и качество работы намного лучше, выше. Он знает территории, знает жителей, которые проживают рядом с ним в соседских таких нормальных отношениях. И, собственно говоря, его и жители, и в лицо, и просто так знают. И для них это какой-то такой вот, наверное, действительно вопрос надёжности. Администрация Староскольского округа и лично глава Александр Сергеенко обратился за помощью к Староскольскому предпринимателю и депутату областной думы Игорю Борщуку. Он откликнулся на просьбу и оказал помощь, собрав целую команду единомышленников. Было решение Координационного совета, которое было поддержано губернатором Белгородской области Евгением Степановичем Савченко. И Александр Николаевич один из первых, кто на территории Староскольского округа, да и вообще в Российской Федерации, не только в Белгородской области, а в Российской Федерации, это первый проект. И я очень благодарен в том, что доверили его нам. Была нашим мэром мгновенно создана такая рабочая группа, которую возглавил Азаров Анатолий Васильевич. И, конечно же, вот здесь работала единая команда. Новые дома имеют современную планировку, подключение к коммуникациям, отделку, продумано всё до мелочей. Заезжай, живи и работай на совесть. В настоящее время строительство подобных служебных домов для участковых идёт в Белгородском, Борисовском и Карачанском районах, где вопросы с служебным жильём решаются при содействии муниципалитетов. Екатерина Ковалёва, Жанна Краснянская. Программа «Такой день» на Мире Белогурья.